Работа в Беларуси нового посла России должна стать периодом расцвета двусторонних отношений. Об этом сегодня шла речь на встрече Александра Лукашенко с главой ДИП представительства России в нашей стране Михаилом Бабичем. К своим обязанностям дипломат приступил совсем недавно. Всего пару недель назад он вручил главе государства верительную грамоту. Но еще задолго до этого информация о назначении послом Михаила Бабича вызвала большой резонанс. В некоторых СМИ, в том числе в интернете, появилось достаточно много инсинуаций, мол, якобы появление Михаила Бабича в Беларуси может негативно отразиться на двустороннем сотрудничестве. А основанием для столь противоречивых выводов стал всего лишь послужной список дипломата. Свою карьеру посол начинал как военный, в начале 2000-х возглавлял правительство Чечни, а после курировал некоторые регионы России. Масло в информационные домыслы подлила и особая должность посла. В Беларуси он назначен еще и спецпредставителем президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с нашей страной. Каждая группа людей, которые интересуются белорусско-российскими отношениями, пыталась проецировать через личность посла. Тем более, вы знаете, что очень долго работал прежний посол, тема не была актуальной, не актуализирована в Беларуси, а тут назначение нового посла. И в силу наших отношений с Российской Федерацией через личность вашу пыталась что-то высказать. Скажу откровенно, что больше было негатива. Так вот, самое главное, что я хотел сказать публично, не дождутся. Не дождутся. И честно скажу, я хотел бы, чтобы ваш период работы в дипломатическом ведомстве посольства нашей братской России в Беларуси был самым активным, эффективным и прорывным. Если вы на это настроены, а у меня именно такое впечатление, что вы именно настроены на такую работу, считайте, что у нас так и получится. Это будет период самого яркого расцвета наших отношений с Российской Федерацией. Уверенность моя еще заключается в разговоре с президентом России. Я это не скрываю, мы обсуждали, притом неоднократно вашу кандидатуру. Президент очень много мне рассказывал. И мы твердо договорились, что наделяя посла России дополнительными полномочиями, а они очень масштабны в белорусско-российских отношениях, в том числе в сфере экономики, что прежде не бывало. Так вот, наделяя этими полномочиями, президент России обращает внимание всех, что Беларусь это наиважнейшая сегодня страна, с которой Россия будет выстраивать отношения. Поступала информация и о том, что Беларусь попытается поставить в приоритет развитие отношений с западными партнерами. Но президент ясно дал понять, что Россия останется ближайшим союзником Беларуси. При этом никакой угрозы нашей независимости нет. А белорусы и россияне поддерживают в тесной связи, как два самых близких народа. Это лучший индикатор уровня двустороннего сотрудничества. Естественно, что Россия боится и не хочет потерять Беларусь. И я бы точно так, будучи в руководстве России, себя вел и переживал за Беларусь. С кем она будет? Вы знаете, прям скажу, мне поворачивать туда-сюда, наверное, не к месту. Мне, президенту, который уже один раз повернул от ярого национализма и других антироссийских вопросов, проведя референдум в Беларуси, когда народ определялся, мы с кем. И за союз Беларуси и России проголосовало не просто большинство, а подавляющее большинство нашего населения. И сегодня наш народ видит в России близкого союзника, страну и народы России, которые всегда придут на помощь при необходимости. Тем же мы будем отвечать и Российской Федерации. Незыблемо одно, и вы это знаете, мы суверенная и независимая страна. Если уж откровенно говорить, не только благодаря устремлениям нашего народа мы стали суверенным и независимым государством. Этого хотела Россия и тогдашнее руководство России. Но поскольку нынешнее руководство заявляло о преемственности курса, и то, что в 21 веке говорить, как они пишут, там, инкорпорации, включение в состав России и Беларуси, ну, просто смешно, и я ни разу от президента России этого не слышал, нынешнего. И прошлого, первого президента России никогда об этом не слышал. Я думаю, мы выстроим нормальные отношения, но я хочу, чтобы вы об этом услышали, и услышали из моих уст публично, как я вижу наши отношения с Российской Федерацией. Чтобы сверить политические и экономические курсы, главы государств встречаются регулярно. График переговоров очень плотный. Только за последние месяцы президенты виделись несколько раз. В сентябре в Сочи прошли масштабные переговоры. Александр Лукашенко и Владимир Путин встречались также на полях саммита СНГ, который прошел в Душанбе. Следующие переговоры запланированы уже на пятницу в рамках форума регионов.